Вот и настал черед последней истории о выжившем из убежища 111. Откровенно говоря, в ней не будет решения каких-либо сложных философских проблем, противостояния великих личностей или тяжелых моральных выборов. Хотя, с другой стороны, этот рассказ откроет довольно темную сторону главного героя. И прежде чем начать. Видео создано при поддержке компании VisionTech. Если вы не хотите тратить свое время на сборку ПК, для вас есть решение. Компания VisionTech обладает всеми необходимыми мощностями для построения компьютера вашей мечты. Подсветка, кастомное водяное охлаждение, компактный ПК. Профессионалы из компании VisionTech всегда найдут решение для вас. VisionTech. Превосходство в мире игровых ПК. Оповествование начинается после того, как выживший словил на свой пип-бой повторяющийся радиосигнал. Да-да, я знаю о чем вы подумали. Очередной радиосигнал пойманным пип-боем. Где же было нечто подобное? Даже не представляю. Ну да ладно. Начало не столь важно, как все то, что случилось дальше. Так вот, в сигнале транслировалось приглашение из довоенного прошлого. Прошлого героя истории. Наверняка это немало его удивило. В сообщении диктор с задорным голосом предлагал сесть на Ядер Экспресс и отправиться в парк развлечений под названием Ядер Мир. Забегая немного вперед, надо отметить, что развлечения посыпались на голову выжившего почти сразу после прибытия. Когда герой пришел ко входу на территорию перед транзитным центром, откуда и отправлялся Ядер Экспресс, его тут же атаковали наемники из группы Стрелки. Видимо, ни одного выжившего заинтересовал радиосигнал. Когда противников в округе больше не осталось, герой направился внутрь транзитного центра. Там он обнаружил человека с явными следами побоев на лице. В ходе диалога выяснилось, что мужчину зовут Харви, а причиной скверного состояния являлись рейдеры. Эти сволочи держали в рабстве не только его самого, но и семью Харви. Ранее они повстречали каких-то торговцев, которые поведали о безопасном поселении под названием Ядер Мир. Вот только после прибытия выяснилось, что поселение почти целиком населено рейдерами. Харви удалось сбежать, но его жена и сын все еще находились в плену. Глава семейства хотел найти помощь и вернуться, но, к сожалению, схватил пулю и дотянул только до этого места. Что касается самого Ядер Мира, то он все еще существовал, хотя рейдеры приобрезали его на свой вкус. По заверениям Харви, там находилось много припасов, чистой воды, оружия и, конечно же, наркоты. Кстати, именно благодаря последней бедняге удалось сбежать. Охранники обдолбались винтом и напрочь забыли о своих обязанностях. Выслушав все это, герой мог предложить стимулятор, чтобы облегчить страдания. Поначалу Харви упорно отказывался и только подгонял выжившего, чтобы тот быстрее садился на поезд. Заподозрив неладное, герой начал настаивать и в конце концов собеседник не выдержал. Раненый внезапно перестал ломать комедию и как ни в чем не бывало встал на ноги. После чего Харви признался в обмане, ну а притворяться его заставили рейдеры. Но не стоит осуждать мошенника. Возможно, никакой семьи и не существовало, но в Ядер Мире определенно находились в рабстве дорогие Харви люди и в случае его отказа заманивать путников, рейдеры наверняка с ними расправились бы, а затем и с самим Харви. Напоследок, собеседник отдал пароль к терминалу управления поездом, после чего наш герой отправился в место из далекого прошлого. В начале поездки на Ядер Экспрессе Выживший слышал диктора, рассказывающего о местных достопримечательностях. Например, о горе Фистоу, являющейся самой большой постройкой в Ядер Мире. Высота горы достигала 100 метров. Также запись поведала и о других местах, но довольно скоро она прервалась. С героем через внутреннюю связь поезда заговорил рейдер по имени Портер Гейдж. Он поведал, что их общий друг Харви рассказал не всю историю. По его словам, каждого новоприбывшего в Ядер Мир ожидал неприятный сюрприз. Увы, Гейдж ничего больше не сказал, но пообещал предложить одно дело в случае, если Выживший проживет достаточно долго. Что же, звучит довольно многообещающе. Когда поезд остановился и герой истории вышел из него, то услышал голос другого рейдера. Он приветствовал вовсе не Выжившего, но собственную свору зрителей, привкушающих кровавое зрелище. Каждого новоприбывшего в Ядер Мир через транзитный центр ожидало прохождение так называемого испытания, где от гостей требовалось преодолеть множество опасностей. Итак, в обещанные перед этим развлечения входили. Отстрел сравнительно большого количества турелей, не завидуя тем, кому приходилось каждый раз их пересобирать. Выбор пути куда же пойти, а в роли привратников — отрезанные головы неудачников. Еще больше турелей, кстати говоря, торт — это ложь. Коридор, в котором каждый неверный шаг заканчивался активацией ловушек с последующим взрывом нескольких гранат. Настоящую газовую камеру, где проживало множество рад тараканов, а каждый выстрел приводил к сожжению огромного количества воздуха и газа. Знакомство с невиданной ранее живностью, например, роем летающих муравьев и обыкновенными ползающими муравьями. Каждое пережитое испытание, каждый верный или неверный шаг героя сопровождался соответствующими комментариями со стороны местного диджея красного глаза. Успешно справившись со всем развлекательным контентом, Выживший дошел до предпоследней комнаты испытания, внутреннее убранство которой настраивало на предстоящее финальное сражение. Да уж, декораторы из рейдеров такие себе, на троечку. По интеркому с героем связался тот самый Портер Гейдж. Рейдер не собирался отвечать ни на какие вопросы, потому что за следующей дверью Выжившего ожидало сражение с боссом Кольтером и оно должно было начаться уже вот-вот. Гейдж признал боевые умения собеседника, ему ведь удалось забраться так далеко, однако, герою выпало восемнадцать крат невезение. Или вернее будет сказать, игра была нечестной с самого начала. Босс Кольтер одел силовую броню, подключенную к местной энергосети. Электрическое поле укрывало всю поверхность брони, в результате чего ее носитель становился фактически неуязвим к любым атакам. Любым. Впрочем, на каждую хитрую рейдерскую задницу найдется, сами знаете, что с винтом. В данном случае причиной кончины босса стал водяной пистолетик, получивший название Жаждаутолитель. Это смертоносное оружие. Гейдж положил в комнате, и когда Выживший нашел его, Портер объяснил дальнейший план действий. Согласно замыслу и законам физики, каждый раз после попадания струйки воды с Жаждаутолителя на силовую броню должно было происходить короткое замыкание. Соответственно, электрическое поле пропадало, а Кольтер становился уязвимым на совсем небольшой промежуток времени. Когда Гейдж покончил с объяснениями, пришло время стремительного танка. Выжившему действительно пришлось немного побегать по арене, стараться не попасть под вражеский огонь и постоянно менять основное оружие на Жаждаутолителя. Как говорится, вода камень точит. Убийство босса Кольтера сначала повергло рейдеров в шок, но затем они начали кричать в поддержку победителя. Тем не менее, продолжалось это недолго, потому что следящий за боем Портер Гейдж разогнал всех и подозвал выжившего к себе, чтобы все обсудить. Из разговора герой узнал, что Гейдж сильно желал избавиться от Кольтера. Впрочем, этого хотел не только он, но и множество других рейдеров. И теперь, когда главного говнюка не стало, Портер предложил Выжившему занять место лидера. Звучит невероятно, правда? Что же, собеседник героя все объяснил. В ядер мире заправляло три банды — стая, адепты и операторы. Все они в той или иной мере враждовали друг с дружкой, и только Кольтер удерживал рейдеров от кровавой резни. Гейдж, конечно же, не хотел ничего подобного, поэтому и предложил Выжившему стать предводителем и держать всех в узде. Портер не собирался отвечать ни на какие вопросы, а только отправился в апартаменты Кольтера, о, извините, теперь уже в апартаменты Героя Рассказа, расположенные на горе Физтопу. Конечно, Выживший мог включить режим Престона Гарви и побивать всех лидеров банд, освободив таким образом рабов от их весьма неприглядной судьбы. Откровенно говоря, рейдеры из ядер мира всецело заслуживали чего-то подобного и эта версия событий вполне имеет право на существование. Однако, мы расскажем совершенно другую историю, в которой Выживший не только возглавил рейдеров, но сделал очень многое для их процветания и увеличения их власти. Ну а началось все на горе Физтоп с разговора Героя, истории и Портера. Считайте его кем-то вроде Серого Кардинала. Так вот, Гейдж поведал, что Кольтер являлся тем еще мудаком и вообще-то получил по заслугам. Что касается выбора Героя в качестве лидера, то его победа в испытании кое-что дозначила не только для самого Портера, но и для рейдеров. Кроме того, Выигрыш демонстрировал, что Выживший способен справляться с трудностями и непредвиденными обстоятельствами. Короче говоря, он обладал подходящими качествами для того, что задумал Гейдж. А задумал он ни много ни мало захват всей территории ядер мира. Далее Портер рассказал немного о прошлом. Он вместе с Кольтером приложил немало усилий в попытках заставить вместе работать стаю адептов и операторов. В конечном итоге им это удалось, после чего приблизительно год тому назад они захватили сравнительно небольшую часть Адер мира. Проживающих в том месте торговцев обратили в рабов, заставляли их делать всякую черновую работу и всячески издевались. А потом, спустя какое-то время, Кольтер разленился. Глава рейдеров только и делал, что сидел на жопе ровно и палец о палец не ударил для захвата остальной части парка аттракционов. Впоследствии этого члены банд начали маяться без дела, что привело к грызне между рейдерами. А подобное вполне обыденно для них. Если нет врага, в которого можно пострелять, выстрели в ближнего своего. И чем больше проходило времени, тем жарче становилось на улицах ядер мира. По словам Гейджа, у них оставалось совсем мало времени, прежде чем парк взлетит как пороховая бочка. Чтобы этого не допустить, поначалу Выжившему требовалось заручиться поддержкой каждой из банд. Портер мог дать несколько советов о том, как лучше поступить с той или иной группой. Например, адепты обожали насилие и чем его больше, тем лучше. Операторам нравились деньги. А кому они не нравятся? Пообещай таким горы крышек и они пойдут за тобой. Ну а что касается стаи, то хрен его знает. Со слов Гейджа, члены этой банды подчинялись самому сильному. Выслушав все это, герой отправился налаживать контакты. Штаб адептов находился в горе Фистоп, буквально под апартаментами Выжившего. Что касается внутреннего убранства, то оно полностью отвечало ценностям, которые чтила эта банда рейдеров. Кругом выстерзанные тела и лужи крови. Главой адептов являлась женщина по имени Ниша. Она представляла из себя психованную, помешанную на насилии, но тем не менее довольно умную рейдершу, способную возглавить сборище таких же ненормальных, как она сама. Ниша сразу же заявила, что у адептов только одно правило — поддерживать мир в этом альянсе банд. Иначе все может закончиться очень плачевно. Для всех. Самый очевидный пример отсутствия мира произошел в день, когда упали бомбы. Ну да, с этим точно не поспоришь. Тем не менее, глава адептов вовсе не хотела спокойного сосуществования с другими. Просто боялась, что операторы и адепты расправятся с Нишей раньше, чем она с ними. Глава банды также поведала, что это Койтер создал испытание. Очевидно, вместо того, чтобы заниматься делами, он прокрастинировал по-рейдерски. Ниша также высказалась об испытании. В самом начале она была довольно отстойным, но адепты преобразили лабиринт по своему видению. И как вы понимаете, в значительной мере там преобладал красный цвет. Напоследок, Ниша пообещала расправиться с выжившим самым жестоким образом в случае, если он не поддержит адептов или будет как Кольтер страдать фигнёй. Мило поговорили. Далее герой направился в салон. В довоенные годы это заведение являлось рестораном, где помимо трапезы гости могли насладиться выступлением артистов в театре. Впрочем, эти дни давно прошли и на тот момент там проживали операторы. Управлял бандой женщина по имени Мэгги Блэк, а помогали ей в этом её брат Уильям и некая Лиззи Уайетт. С начала разговора Мэгги выразила благодарность Выжившему за то, что он разобрался с Кольтером. Хотя, откровенно говоря, к этому приложили руку многие рейдеры, а герой только исполнил финальный аккорд. Кроме этого, лидер операторов уверяла, что её банда — это единственная, с которой стоит иметь дело. По словам Мэгги, ядер мир являлся храмом, возносившим хвалу единственной стоящей в этом мире вещи — деньгам. Именно по этой причине операторы и вступили в союз с Кольтером, чтобы вернуть парку аттракционов его прежний смысл бытия. Но, как мы знаем, вместо зарабатывания крышек, босс жил припеваючи за счет других рейдеров. Ясное дело, что долго так продолжаться не могло. Что касается героя истории, то Мэгги желала знать, вернется ли ядер мир к своей истинной цели — отбиранию денег у простого народа. Методы отбора не столь важны. Скорее всего, Выживший заверил в собеседника, что сделает всё возможное для этого, а затем отправился в гости к последней банде. Стая обосновалась на территории бывшего амфитеатра. Её члены представляли из себя довольно разношурсную и разноцветную братьев. Матриархат среди предводителей рейдеров прервал Мэйсон — альфа-самец банды. Он сразу же заявил, что хотя герой и является главным в ядер мире, но Мэйсон — лидер стаи, и это ничто не изменит. Вдобавок к этому, Мэйсон с радостью занял бы место Выжившего, вот только остальные банды явно были бы против. Кроме того, по мнению предводителя стаи, герою следовало здорово постараться, чтобы оказаться хуже Кольтера. Да уж, парень явно заслужил всеобщую любовь. Хотя по правде говоря, с самого начала дела шли очень даже хорошо, просто замечательно, но затем босс начал почивать на лаврах. Что касается предпочтений Мэйсона, то откровенно говоря, ему хотелось хоть какого-нибудь действия. Конечно, от крышек альфа также не отказался бы, но самое главное, что требовалось Мэйсону — это уважение к нему и его стаи. В конце концов, преданность — это улица с двусторонним движением. Напоследок, Мэйсон поведал кое-что интересное. Именно Портер Гейдж собрал три банды вместе, ведь само собой разумеется, что столь разные группировки не могли существовать вместе. Главным он сделал Кольтера, а затем направил всех на Ядер Мир. Когда же босс начал отлынивать, Гейдж обратился к лидерам, а адептов стаи операторов, чтобы они вместе решили, как избавиться от Кольтера. Но никто точно не знал, почему столь умный организатор не желал сам стоять у руля. Возможно, ему нравилось играть из тени. Или же Портер просто хотел оставить ручки чистыми. Кстати, о Сером Кардинале. Когда Выживший поговорил с главами всех банд, то отправился к тому, кто втянул его во всё это. Гейдж ожидал Выжившего в его логове. Массовик-затейник обрадовался, когда увидел героя в целости и сохранности. Тем не менее, отдыхать было некогда, потому что Портер уже спланировал следующее действие Выжившего. Ядер Мир был разделен на разные парки аттракционов, и рейдеры занимали только один из шести. Но почему банды до сих пор не захватили остальные, спросите вы? Что ж, лень, тупость, ожидание команды от босса, нежелание подставляться и терять людей, слабея таким образом в глазах потенциальных врагов и так далее. Выберите, что больше нравится. Как бы то ни было, по залмыслу Гейджа, Выжившему предстояло самолично пробраться в каждый из секторов Ядер Мира и сделать их пригодными для жизни. То есть, другими словами, разобраться со всеми врагами и сделать это в одиночку. Почему так? Видите ли, подстроенная победа над Кольтером значила относительно немного, а почет и уважение еще следовало заслужить. С другой стороны, герой имел шанс первым наведаться в ранее недоступные места и собрать все сливки. Когда же врагов на участке будет минимум или не останется совсем, Выжившему следовало поднять флаг той банды, которую он считал подходящей для управления. Выбор следовало делать разумно, дай одной группировке территорию и остальные начнут завидовать. Покончив с наставлениями, Гейдж пожелал Выжившему попутного ветра в сра... в спину. После чего, герой начал изнурительную и долгую зачистку местности от самой разномастной живности. Ближе всех находился парк аттракционов под названием Галактика. Как можно понять из названия, центральной темой парка являлось все, что связано с космосом. Совсем рядом со входом Выживший обнаружил небольшое поле битвы и наспех возведенные баррикады. С одной стороны, были торговцы. С другой — роботы различных моделей, окрашенные в цвета ядер мира. На теле убитой девушки по имени Тиана Альстон, герой обнаружил пару записей из ее дневника, касающихся Галактики. Заметка от 08.04.2286. Папа сказал, что завтра мы опять пойдем в Галактику. У меня, если честно, на этот счет смешанные чувства. С одной стороны, это поразительно. Столько старых агрегатов, которые до сих пор работают. Вот бы остаться тут, и как следует их все изучить. Но Папина ребята просто разбирают их на части и продают как лоб. Как будто мало в этом мире ржавых обломков и сломанных монтажных плат. Хорошо, хоть меня не запрягают больше, чем на полсмены. Жду не дождусь момента, когда получится еще посидеть у звездного диспетчера. Надеюсь, центральный компьютер еще в рабочем состоянии. Заметка от 12.04.2286. Это все я виновата. Я же ему говорила. Я говорила, что ядер слишком мало. Подожди он еще час, мы могли бы набрать их со всего сектора и запустить систему в штатном режиме. Я уже сказал ребятам, где их искать. Все могло бы получиться, но он меня не послушал. Не послушал и теперь... Боже, как я за него переживаю. Я слышу крики. Мы дождемся наступления темноты, а потом попробуем прорваться к воротам. Как бы ни была печальна судьба торговцев, но записи помогли выжившему понять, что ему следует искать звездный диспетчер, он же центральный компьютер галактики. Некоторое время спустя, наполненное отстрелом разнообразных типов роботов, герой подошел к зданию, где находился звездный диспетчер. Внутри, за непробиваемым стеклом, расположилась красавица — силовая броня Квант Икс-01. Судя по большому количеству трещин на стекле, многие пытались заполучить ее. Откровенно говоря, весь Ядер Мира представлял собой своеобразный памятник былого сотрудничества между военными США и самыми разными компаниями прошлого. Тут вам и корпорации Ядер Кола, в чью честь создали один из парков, и Робка Индастриз, чьи роботы занимались обслуживанием всех аттракционов и посетителей, а также всеми любимая World Tech построила демонстрационные и развлекательные убежища. Конечно, список не полный, вышеназванным фирмам наверняка помогали другие. Вот что бывает, когда политики работают совместно с предпринимателями на благо простого народа, а не одни закручивают гайки другим. Что касается звездного диспетчера, то он представлял из себя довольно внушительных размеров компьютер, а если судить по внутренним логам одного из техников, то еще и крайне мощный. Для функционирования ему требовались так называемые звездные ядра. Большинство этих устройств находились на территории Галактики, остальные же оказались раскиданы по другим паркам аттракционов и всему Ядер Миру. Общее их количество составляло 35 штук и для открытия прохода к силовой броне Квант Икс-01, герою требовалось собрать их все черт знает где. Да уж, та еще задачка. К счастью для Выжившего, чтобы получить доступ к основным функциям, хватало всего 20 звездных ядер. Кстати говоря, возле компьютера обнаружилось тело Кэндала Альстона, отца Тианы, чьи заметки помогли герою в исследовании Галактики. Там же на компьютере имелись записи самого Кэндала. Из них стало ясно, что торговцы пришли в этот парк с целью распотрошить ценную технику на составные части. Торговцы успели вынуть все имеющиеся на тот момент ядра, как вдруг нагрянула беда. 11 апреля 2286 года рейдеры Кольтера ворвались в Ядер Мир. Кэндал приказал разбирающейся в технике Дочери включить защитный режим Галактики, что привело к пробуждению большого количества хорошо вооруженных роботов. Из-за отсутствия звездных ядер в центральном компьютере его невозможно было перезагрузить и соответственно отключить роботов, которые принялись убивать людей Кэндала. Лидер торговцев отправил их на поиски ядер, но, как вы понимаете, никто из них не вернулся. Чтобы разобраться со всем этим, Выжившему предстояло отправиться в различные аттракционы Галактики и отыскать как минимум 20 звездных ядер. Спустя довольно много времени герою удалось собрать по всей Галактике достаточное количество ядер. После того, как их соединили с центральным компьютером, появилась возможность отключения защитных мер, а это значило, что пришло время выбрать, кто будет управлять Галактикой. Выживший носил с собой флаги каждый из бан ядер мира, и как только очередная зона становилась относительно безопасной, герой поднимал флаг той группировки, которая нравилась ему больше всего или которую он ненавидел меньше всего. Следующая, ближайшая зона называлась Детское Королевство. Если раньше местные качели-карусели радовали детишек, то на тот момент в восторг приходил только счетчик Гейгера, ибо пищал он там, не переставая. Вдобавок к этому, как только Выживший переступал порог королевства, то сразу же слышал незнакомый мужской голос. Оратор поприветствовал чужака и вызывал к своим друзьям, чтобы те начали представление. Дальнейшие речи Диктора не свидетельствовали об особо радушном приеме, даже совсем наоборот. Кроме того, почти всю территорию парка, кроме помещений внутри зданий, покрывала радиоактивная дымка, да не простая, а рукотворная. Эта среда отлично подходила для Диких Гулей, которые представляли из себя основных противников выжившего в том районе ядер мира. Ну а если существ, в которых постоянно лечила радиация, вам мало, то по периметру какой-то добродетель установил распылитель этой дряни, чтобы гостям жизнь совсем медом не казалась. В поисках источника голоса герой побывал в нескольких местах. Например, павильон смеха полностью отвечал своему названию. Также стоит отметить, что практически все гули в той или иной степени оказались покрыты краской разных цветов. Как мы узнаем позже, для этого имелись свои причины. Заглянув в технические тоннели, Выживший впервые увидел того, чей голос он слышал на входе в Детское Королевство. Хорошо одетый Гуль, чья кожа буквально сияла зеленым цветом, ругал Дикого Гуля за его неподобающий внешний вид. Цветящийся Гуль, но говорящий абсолютно нормальным языком. Подобная довольно большая редкость. Из диалога, ибо Дикий Гуль не говорил человеческим голосом, а только рычал в ответ, стало ясно, что внешний красочный вид этих существ должен был служить для отпугивания незваных посетителей. Судя по дальнейшему разговору, Гули о чем-то спорили и хорошо одетый пытался убедить собрата набраться терпения, потому что скоро некая Ана вернется с лекарством, после чего Гули собрались выгнать рейдеров из ядер мира. В конце диалога, говорящий Гуль кинул что-то на землю, после чего пропал в клубах дыма. С фокусниками Выживший еще не сражался, да и любой другой герой пустоши тоже. Хотя припомни одного супермутанта, который тоже обладал магическими умениями. Дальнейший путь привел героя в театр, носивший гордое название Двор Ядер Короля. Внутри Выживший обнаружил все еще работающие софиты, направленные на сцену. Представление должно было начаться уже совсем скоро. Когда же герой приблизился к сцене, другой голос объявил немногочисленной публике имя того, кто будет их развлекать. Освальд Шокирующий. Появившийся в облаке дыма Гуль, похвалил Выжившего за упорство. Его явно удивило то, что герою удалось добраться так далеко. Понимая, что перед ним непростой рейдер, Освальд поделился кое-какой информацией о себе. И не только о себе. Когда упали бомбы, со временем некоторый персонал Детского Королевства изменился. Освальд же каким-то образом получил настоящие магические умения. Тем не менее, Фокусник не желал отдавать место, ставшее ему, да и не только ему, настоящим домом. И поэтому незамедлительно напал на Выжившего. После короткого сражения, закончившегося на пользу героя рассказа, маг пропал в облаке дыма. После чего голос Освальда пригласил Выжившего на крышу замка Ядер Короля, где должен был пройти завершительный акт представления. Видимо, артист однажды, артист навсегда. Когда герой поднялся на крышу, Освальд появился согласно фирменному стилю. Фокусник сразу же заявил, что имеет ясное представление, кто перед ним. Очередной рейдер, желающий взять то, что ему не принадлежит и убивающий дорогих для кого-то людей. А то, что в данном случае речь идет о диких гулях, сути дела не имеет. Впрочем, по заверениям Освальда, его друзья вовсе не дикие, они просто больны. Следовательно, их состояние точно не оправдывает бездумного убийства. Правда, название болезни Освальд назвать не смог, зато он заверил собеседника, что очень скоро они найдут лекарства, способные вылечить пораженный мозг. В конце концов, гули, или вернее будет сказать, бывшие работники защищали этот парк две сотни лет и Выживший точно не являлся первым, кто пришел сюда с недобрыми намерениями. Герой истории всеми силами пытался объяснить Освальду, что никакое лекарство не вернет диким гулям их прежний разум. Невзирая на все доводы, собеседник не желал их слышать. Далее в разговоре всплыло имя некой Рэйчел. Возлюбленная Освальда уже довольно давно отправилась за решением проблемы и скоро должна была вернуться. Фокусник верил в это всем сердцем. Взамен он пообещал сохранить их дом и уберечь их близких. Гули охраняли парк 200 лет и если оставалась хоть малейшая надежда на спасение, они с легкостью прождали бы еще пару сотен. Освальд не сомневался в существовании лекарств, поэтому если герой хотел решить все мирным путем, то мог убедить лидера гулей не дожидаться возвращения Рэйчел, но самому отправиться в пустошь и попытаться найти ее. И вы знаете, это действительно сработало. Кроме того, надо отметить, что герой не напал первым, а только пришел в детское королевство, где его тут же атаковали. Осознав это, в качестве извинения Освальд подарил ему свое особое оружие — меч чудес. Фокусник также заверил, что когда он с остальными гулями уйдет из парка, радиация также пропадет. С другой стороны, существует и силовой вариант решения проблемы. Какой бы путь не выбрал предводитель рейдеров, в конце концов его ожидал выбор банды и поднятие соответствующего флага. Следующий в списке — мир свежести. Данный парк аттракционов отличался от остальных. Главной его тематикой являлась ядеркола и процесс ее изготовления. Также большое количество внимания уделялось новому для того времени напитку под названием квантовая ядеркола. Ее честь даже покрасили в соответствующий оттенок речку, по которой проводились экскурсии. Благодаря высокой влажности нижние уровни заполонили болотники, да не простые, а светящиеся квантовым светом. То ли благодаря красителю, то ли из-за ядерколы. Но местные крабоперереростки впитывали куда больше пуль в сравнении со своими родственниками из Содружества. Что касается самого мира свежести, то его поделили на две части. В первой посетителей развлекали плаванием на гондоле по стилизованному пути и рассказом о том, какой вкусный напиток ядеркола и насколько замечательная компания, создавшая его. Как уже было сказано, большое количество болотников проживало именно в том месте. Другая часть представляла собой настоящий завод по производству ядерколы самых разных вкусов. Там было не так влажно, да и хранялась территория неугомонными штурматронами и другими механизмами, поэтому болотники туда особо не совались. В части парка, где проводились экскурсии, Выживший имал возможность обнаружить силовую броню ядер Т-51Ф, окрашенную в фирменный цвет ядерколы. Не сомневаемся, что как только герой сумел получить в ней доступ, то редко снимал ее и это очень хорошо, учитывая с какими противниками ему предстояло сражаться. А знаете, что еще хорошего было в той броне? На красном не так заметна кровь врагов. Да и своя собственная знаете ли тоже. Кстати о врагах. Выжившему ни много ни мало предстояла зачистка всей территории мира свежести от штурматронов и всех видов трудно убиваемых болотников. Эти действия очень не понравились матке болотников. Как ее потомство, матка светилась квантомым светом, что только упрощало стрельбу по довольно огромной туши. Когда противников в мире свежести больше не осталось, герой истории взобрался на крышу завода и поднял флаг одной из банд, после чего отправился дальше. Работы ему предстояло еще немало. Честно говоря, про следующий парк можно поведать не очень-то и много. Он назывался Сухое Ущелье, его центральной темой был Дикий Запад, Капуи, Салуны, время на часах постоянно показывало полдень, ну все в таком духе. Основными противниками являлись так называемые Кровочерви. Эти их создания проживали под землей и выбирались из нее только когда чуяли противника. Меч Чудес в том месте пригодился как нельзя кстати, ибо тратить на такую шлупонь ценные патроны — непозволительная роскошь. Удивительно, но обслуживающий персонал парка в виде протектронов сохранился довольно хорошо. Шариф Орел встречал посетителей и значительно ускорил очистку Сухого Ущелья от нежелательной и опасной биомассы. В начале разговора Выживший пытался втолковать роботу, что парк опасен для посетителей и знаете, что протектрон все понял? Относительно. Шериф сразу же поведал о преступниках, чье логово находилось в шахте безумного Маллигана. Для того, чтобы разобраться с нарушителями спокойствия, Шериф мог нанять героя в качестве временного помощника, однако тут не все так просто. Дверь в шахту оказалась заперта, но у протектрона имелся запасной ключ, также недоступный на тот момент. Ключ находился в сейфе, который можно было открыть только с помощью комбинации цифр. Шериф Орел обладал только частью кода, другие число знали жители протектроны. И здесь мы, пожалуй, пропустим задание в стиле «принеси подай» и перейдем сразу к событиям в шахте безумного Маллигана. Маллигана 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 Когда герой покончил с кровочервями и, что самое главное, убил их матку, тот доложил Шерифу об успешно выполненной миссии, после чего поднял флаг в честь одной из банд, а затем направился в последний, самый дальний парк аттракционов. Выживший почти закончил свое задание. Оставалось только обезопасить парк под названием Сафари. До войны множество зверей проживало в том месте и немало их мутировало в куда более опасных тварей. С одной из них герой столкнулся сразу же на входе. В сражении также помогал человек. Мужчина по имени Цито говорил так, будто бы пропустил начальные классы в школе. Да и все остальные классы тоже. А еще он использовал шкуры зверей в качестве одежды. Да-да, я знаю о чем вы подумали. Цито одобрил убийство монстра и спросил, друг ли ему выживший. Затем собеседник продолжил тем, что доволен смертью животинки, ибо она могла навредить ему или его семье. К сожалению, подобных монстров имелось еще большее количество на территории Сафари, и это очень тревожило Цито. По какой-то причине, сколько бы он не убивал чудовищ, им на смену всегда приходили новые. Парень не знал, откуда они берутся, но попросил героя пойти за ним, чтобы показать вещь, которая, возможно, поможет избавиться от них. Спустя буквально пару минут Цито привел выжившего к зданию дома приматов. Внутри проживало несколько настоящих горилл. Остается загадкой, каким образом им удалось избежать серьезных мутаций. Цито заверил героя, что его семья не тронет выжившего. Далее парень рассказал о родителях, погибших, когда он был еще маленьким. После их смерти Цито шел и шел, пока наконец не пришел в зоопарк. Там он и обрел новую семью. Гориллы не дали малышу умереть с голоду, а когда он вырос, то стал достаточно сильным и способным защитить своих от нападений монстров. Далее Цито повидал то, что могло помочь избавить парк от чудовищ. Однажды в их дом вошел раненый морщинистый человек. Цито пытался оказать помощь, после чего мужчина признался, что это он создал чудовищ. Парня это сильно разозлило, но человек дал ему блестящую вещь и сказал, что она может остановить нападение, после чего мужчина умер. Цито похоронил его, но сохранил блестяшку. Предмет оказался голодиском, содержащим голосовую аудиозапись. На ней человек с именем доктор Даррен Макдермот сознавался в создании монстра, которого он назвал крокодила-когтем. Существо отличалось особой свирепостью и, как назло, устройство клонирования вышло из строя и начало штамповать их с пугающей скоростью. Напоследок, умирающий мужчина попросил прощения у своего коллеги доктора Хейна. Ну, теперь-то все становилось на свои места. Осталось только найти откуда появляются крокодила-когти. С этим Цито не мог помочь, зато он видел, как морщинистый человек посещал большой треугольный дом. Возможно, именно там находился создающий монстров-репликатор. Треугольным домом оказался центр приема посетителей. Внутри герой имел доступ только к зоне для посетителей. Вход в помещение для персонала оказался закрыт, а терминал рядом содержал интересные записи. Из них стало ясно, что члены группировки ОДЗЖ, Общество друзей защитников животных, похитили доктора Хейна и держали его в плену там, где строилась злая анаконда. Впоследствии этого внутренние помещения центра заперли, а открыть дверь можно было только с помощью личных кодов доктора Хейна или доктора Макдермата. Злой анакондой оказались недостроенные американские горки. Что касается доктора Хейна, то его жизненный путь закончился в вахтенном домике. Рядом с телом обнаружился кейс доктора, где помимо всего прочего находился пароль для внутренних помещений центра приема посетителей. Нетронутость тела объясняется тем, что мужчину взяли в плен ночью 23 октября 2077 года. После Великой войны это место не посещали, а затем там появились крокодилокогти, отпугивающие даже самых безбашенных рейдеров. Хотя самых безбашенных они скорее всего кушали, но суть вы поняли. Когда Выживший ввел код доктора Хейна на терминале, то спустился в подземное помещение, где на одном из компьютеров отключил репликатор. Рядышком валялся голодиск с аудиозаписью, которая объясняла откуда взялись крокодилокогти. После того, как упали бомбы, доктор Макдермат стал гулем, а чтобы выживать он клонировал мясо рогатого скота и употреблял его в пищу. Затем в какой-то момент появились рейдеры. Для защиты репликатора и самого себя Макдермат создал настоящих монстров. Конечно, такими они не задумывались. Крокодилокогти должны были легко поддаваться дрессировке, но без своего коллеги, доктора Хейна, Макдермат фактически проводил опыты вслепую. Оставшихся в живых результаты экспериментов предстояло уничтожить Выжившему, после чего ему следовало решить, что делать с Титой и его семьей. Вариантов имелось несколько. Убить, оставить все как есть или уговорить уйти на поиски лучшей жизни. Затем герою оставалось только поднять флаг банды и наконец-то вернуться к Серому Кардиналу. Отремонтировав костюм после многочисленных сражений, герой встретился с Портером. Гиджи немало впечатлили достижения Выжившего. Рейдеры и ядер мира как никогда прежде уверенно стояли на ногах. Впрочем, расслабляться и почивать на лаврах было нельзя. Подобную ошибку уже совершил Кольтер, за что и поплатился жизнью. Чтобы не допустить повторения подобного, бандам необходимо дать цель для существования. Что-то достаточно большое, куда они смогут выплескивать излишки энергии и злобы. Что-то вроде Содружества. Если Выживший собирался отхватить кусок пустоши, где почти каждое поселение и так уже контролировалось рейдерами, супермутантами, обычными поселенцами и т.д., то ему в этом потребовался бы человек, отлично знающий обстановку и такой человек существовал. Мужчина по имени Шэнк знал, если не все, то очень многое о том, что происходило в ближайшей пустоши. Выживший обнаружил хранителя информации возле местного рынка. Помимо сбора данных Шэнк возглавлял торговые караваны ядер мира, что, согласитесь, довольно умно. Подобные караваны без проблем принимают в мирных поселениях, а когда они возвращаются домой, то приносят не только крышки, но и всяческие сведения. Что касается самого Шэнка, то он одобрял то, как изменился ядер мир под управлением Выжившего. Бандам нашлось чем заняться, их настрой сильно повысился. Еще больше расположение духа рейдеров могло поднять только владение собственной землей за пределами парка развлечений. Да и заработать на этом можно немало. Чтобы достичь этого, сперва герою следовало подобрать соответствующее поселение, затем выбрать способ отбора чужой жилплощади, мирной или силовой, ну и наконец поднять флаг той банды, которая станет заправлять поселением. Пожалуй, не будем утомлять вас подробностями того, что было дальше. Выживший без особых проблем захватил три поселения и только один раз местный авторитет по кличке Грешник вместе со своими шестерками пытались вернуть отобранную территорию. Не думаю, что стоит уточнять, как рейдеры поступают с конкурентами. Когда герой вернулся в ядер мир, его улицы окропила кровь. В основном кровь беззащитных торговцев, но рейдерам также досталась. Шэнк объяснил, что произошло. Одна из банд пошла против остальных и захватила электростанции ядер мира. В общей сложности Выживший подарил трем бандам восемь территорий. Пять в ядер мире и три в Содружестве. И хотя рейдеры не сильны в математике, но восемь не делятся на три без остатка. Короче говоря, бунт начался из-за того, что кому-то достался слишком маленький кусок пирога. Верные герои-лидеры двух оставшихся банд ожидали его на подходах к электростанции, пока подчиняющиеся им рейдеры зачищали улицы Ядер мира от предателей. Полагаю, вы не сильно удивитесь, когда узнаете, что у предводителей банд очень сильно чесались руки. Так они хотели расквитаться с предателями. Выживший все отлично понимал, а это значило, что пришло время выносить мусор. Субтитры сделал DimaTorzok С тела главного предателя герой поднял ключ от помещения, где находился пульт восстановления питания всего Ядер мира. После нажатия большой красной кнопки над парками аттракционов вспыхнули фейерверки. Вдобавок к этому во многих зонах включился свет и открылись двери в ранее недоступный район. Серого Кардинала сильно порадовали эти изменения и теперь, когда Ядер мир почти очистил от предателей, перед рейдерами открывались новые, очень светлые горизонты. Благодаря действиям Выжившего в Содружестве практически не осталось тех, кто не слышал о его банде. В начале всей этой истории Портер взял на себя большой риск, когда доверился незнакомцу и помог ему убить Кольтера. Что же, этот риск окупился сполна. Напоследок Гейдж спросил, знает ли герой, почему рейдеры Ядер мира уважают и слушаются его? А все потому, что он готов проливать за них свою кровь и доказал это не словами, но делами. Так поступают только настоящие лидеры. Что касается Портера, то у него больше не имелось для Выжившего никаких заданий. Предводитель рейдеров мог заниматься чем его душе угодно и мы полагаем, что совершил он еще очень многое. Но если вас интересует моральная сторона истории, то что тут можно сказать? Либо умираешь героем, либо живешь достаточно долго и превращаешься в злодея. Отдельную благодарность хотели бы выразить всем тем, кто поддерживает нас на Patreon. Через спонсорскую подписку YouTube и Donation Alerts. Среди них Vector T13, Peixen, Neclick, Михаил, Agrael, DimkenMDM, MetisVostok, Иван Стухальский, Алексей Тереза, а также многие другие, чьи имена вы видите перед собой. Чаю вам, печенюшек и услышимся в следующий раз.